здравствуйте на библейском портале экзегет мы продолжаем речь о пророках сегодня обратим все книги пророка даниила она немножко отличается от прочих пророческих текстов ибо в ней не столько поучения или какие-то знамени но особенные события описывается книга описывает обстоятельства связанные с эвелонским пленом при царство царствование царя наук доносора но написано возможно во втором веке до нашей эры то есть позднее о данииле который был в плену у царя наук доносора написано может быть во времена антиоха и эпифана когда происходили жестокие гонения на иудеев те же обстоятельства какие и в книге маковейской которые вы можете вспомнить для ободрения иудеев в этих их тяжелых испытаниях при антиохе и эпифане пленение которое произошло в царствовании царя его акима это 608 598 года нашей эры он был ставленником египетского фараона на хао тогда была попытка у этого царя его акима коалиции с египтом против вавилона и она ничего не привела хорошему народ был убеден в плен и знатные пленники были так сказать использованы как нужные люди для службы вавилонскому царю это были среди прочих даниил она ними саил и азария они получили при дворе на ухтоносора бобилонские имена даниил волтосара она не сидрах бисаил мисах и азария обденагу и вот первые шесть глав книги права даниила описывают обстоятельства при вавилонском дворе последующие главы 7 по 12 видение пророка даниила и еще две главы 13 14 некие две такие поучительные истории которых особо статья это сусанна и старцы и жрецы идола вилла есть отрывок из так называемый цикла даниила рукопись их мертвого моря там он упоминается как некий дан эль древний праведник мудрец в этом возможно даниил это тот праведник мудрец о котором есть упоминание и у пророка из айки или там вот какой связи языки и упоминает его праведник он говорит что праведность праведника не спасет неправедный народ то есть каждый ответит сам за себя и наоборот неправедность кого-то не может оказаться виной праведного человек так вот упоминается такой праведник как дан эль и и уж если этот текст относится к временам и потеха эпифана то задача его этого текста книги пророка даниила поддержать веру и мужество людей по времена жестоких гонений он предрегает конец бедствиям которые переживает народ во главе с царстве во главе с сыном человеческим это царство будет вечно вот такая прямая связь у книги пророка даниила с евангелем в этой книге и и прошлое настоящее будущее видится в единстве как пути осуществления божественного замыслов напоминает и некоторые места пророка даниила ведение про указать или о своих костях вот что в книге даниила в 12 главе и восстанет то время михаил князь великий а это архангел покровитель из брата народа стоящие за сынов народа твоего и наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди с самого времени на спасутся в это время все из народа твоего которые найдены будут записаны в книге жизни и многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание и посрамления это даниил глава 12 а мы если помните произносим в крещальной молитве при крещении человека напиши книги жизни твоей соедини стаду наследия твоего так близко к тексту книги даниила когда где говорится о книге в которой записаны народ будет записан народ божий в апокалиптическое введение пророка даниила образ сына человеческого вот передается так ему дана власть слава и царство чтобы все народы племена и языки служили ему владычеству его владычество вечное которое не прийдет и царство его не разрушится это очень напоминает слова ангела архангела гавриила к богородице и будет царство быть над домом иакова в веки и царство его не будет конца так сын человеческий у пророка даниила это вот уже в перспективе евангельский грядущий мессия который есть христос господь книга полагода нил отличается от других книг пророческих тем что в ней нет обличение за грехи народа нет проповеди в этой книге главное изложение божественных откровений о судьбе мира и кроме того она с событиями которые описывает значит дает передает как прославляется истинный бог когда совершается некоторые чудные события в глазах скажем царя на мухтоносора и он или других царей и они прославляют истинного бога и вот как говорится у правого даниила похожа на только а говорится у евангелиста иоанна данил получает повеление запечатать книгу до последнего времени как бы свое пророчество сохранить он должен запечатать до последних времен а ты да не ил сокрой слова сий и запечатай книгу до последнего времени А в Откровении Иоанна Богослова мы читаем «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Итак, время, предвозвещенное Даниилом, открывается в Откровении Иоанна Богослова. В первых двух главах говорится о чуде, которое совершилось при дворе одного Ходоносора, когда он повелел поставить золотого истукана и поклоняться ему при звуках музыкальных инструментов. Все должны были поклониться истукану в знак покорности царю. Ну, как вы уже слушали, три отрока – Анания, Зария, Месаил и Даниил, пророк, были взяты как исключительно способные, при дворе на Маходоносора служили. Их, кстати, как только привели в плен, сначала подготовили к служению при царском дворе. Их обучили халдейской грамоте, языку. Они в то время, кстати, сразу положили не нарушать закона своего народа ни на йоту и отказались от пищи, которую ему предложили с царского стола, потому что они были знатными и должны были служить при дворе. Так вот, они отказались от той тучной пищи, которую выдавали с царского стола. И тот их наставник, которому это было повелено, очень встревожился, что они отказываются, потому что они могли побледнеть, похудеть и выглядеть недолжным образом перед царем. Даниил предложил ему испытания. Десять дней они питались одними зернами, то есть какой-то растительной пищей, бобами, и выглядели в результате ничуть не лучше, что-то все веселее и были тучны, что было, видимо, признаком красоты. Более, так сказать, эффектно выглядели, чем другие, кто питался от царского стола. Им позволили соблюдать свои правила. Так вот, они были выучены и были востребованы при царском дворе и, конечно, вызвали тем самым зависть. В результате, когда увидели, что другие прислушники царя, что Даниил, Анания, Азарий и Месаил не послушались повеления царского и при звуках трубы, цитры, цивницы и созвучат, как сказать, симфонии разных музыкальных инструментов, не поклонялись истукану золотому, царю донесли. Тот, значит, был возмущен и спросил у них, сумыслом ли вы, сидрах, мистрах, яденагу, так он их назвал вавилонскими именами, при звуках музыкальных инструментов не поклонились истукану. Нет нужды тебя наспрашивать, и не отвечают. Мы не будем поклоняться твоему истукану. Если даже и ввержены будем в печь, раскаленную огнем, именно такое наказание на выходносах обещал каждому, кто не послушается его приказаний и истукану не поклониться, кинуть в печь, раскаленную огнем, то Бог нас выручит, а хоть бы и не так, то есть если бы Бога не выручил, мы все равно истукану твоему поклоняться не будем, и богам чужим слушать не станем. Вот такая верность в наседание прочим, так сказать, передана была Даниилу в этой книге. Ну, дальше, наверное, хорошо помните это по чтениям в церковных примиях, когда отроки были брошены в печь, то разгневанный за такую дерзость на Богдан Оссор велел ее разжить всемиро сильнее, там, асфальтом, паклей, соломой, и те, кто кидал соломы, кинул туда отроков этих, были убиты, вырывавшимся из печи огнем, о тех, в своих одеждах, головных повязках, что означает, что они имели облачение для совершения молитвы. Они ходили в печи, осененные влажным ветром, и кого-то четвертого увидел там, на Богдан Оссор, то есть это был ангел, который укрыл их влажным веющим ветром, так что они не погибли. За что были посраблены те, кто на них наклеветал, и то есть не наклеветал, а кто их выдал на Богдан Оссору, и отроки были извлечены из печи. А царь на Богдан Оссор прославил Бога. Вот что важно было в книге Даниила, подчеркнуть, что Бог был прославлен. И этот вот жестокий царь, если книга Децития, была написана при отехе Епифане, что и тот гонитель, будет посрамлен. Помните, может быть, если раз пошла речь о временах антиоха Епифана, помните, как в книге Маковейской братья Маковеи один за другим гибнут от палачей по приказу антиоха Епифана за то, что они не хотят принести жертву римскому божеству, и погибли все, кроме младшего, и царю, матери их, говорит, ну этого-то хоть уговори поклониться, принести жертву. А жертвы-то пустяковые, там, не знаю, мумить цветы или возлить вино, чтобы он остался жив, и я его награжу. И тогда мать наклоняется к его уху и говорит на своем наречии «Сын мой, которого я девять месяцев носила в утробе и три года кормила молоком, пожалей меня, не отрекайся от Бога, поступи как братья, будь мужествен, прими смерть, чтобы я могла встретить тебя». Для иудеев была реальна вера в воскресение, в воскресение праведников, как и у пророка Осии мы читали, который, это его слова повторяет, слатоуст в областительном условии на Пасху, «Смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа?» Они верили в воскресение праведников, и вот такую веру в истинного Бога возбуждает и Даниил своих согражданах. И так вот, «Отраки в печи огненные» – это одна история, описанная Даниилом. Потом салютному Макдоносору было страшное видение, которое должен был истолковать Даниил. Он видит, а что видит, забыл. и требует от своих пророков и книжников или там, мудрецов объяснить ему его сон. Те говорят, «Скажи нам сон, царь, мы его тебе и растолкуем». Нет, так сказать, раз вы такие мудрые, а я царь, не буду вам сна рассказывать, да и слово отошло от меня, он говорит. То есть, как будто он не помнит этого сна, а он мне сон этот напомнит, да и растолкуйте. Понятно, что они этого не могут, он их велит всех наказывать жестоко смертью, но тем временем ему напоминают про Даниила, который такой тайновидец и может истолковать царю сон. Тут мы вспоминаем историю Иосифа Праведного, в некотором вроде похоже, как он фараона толковал сны. Так вот, Даниил воззвал к Богу, Бог ему указал, в чем дело. Даниил объяснил Намахадоносору, какой сон он видел и что сон это значит. Намахадоносор видел истукана, то есть огромного значит такую статую золотую сверху, серебряную ниже, медную на бедрах и железные ноги и далее он стоит на ступнях из глины смешанной с железом и откатывается камень от скалы сам собою и разрушает истукан. Так говорит Даниил о разрушении этого царства Мидельского. А потом, как мы помним этот образ камни нерукосечные от несекомой головы отсекавшейся это Ирмос из песни канона. Это Иисус Христос, родившийся от Девы, чудным образом родившийся от Девы Марии, от несекомой скалы такой образ Девы, который разрушает Идольские царства. Так вот, это видение, которое Даниил растолковал на Мухтоносору, тоже заставляет его царя прославить Бога, пророка. Другой страшный сон, который видел на Мухтоносоре, который ему растолковывает Даниил, это дерево, которое такое могучее, крепкое, в кроне которого укрываются птицы, которое осеняется в море зверей полевых, и вдруг оно исторгается, но остается отрасль, которая потом все-таки произрастает. Этот страшный сон Даниил так и объяснил на Мухтоносору, что ему предстоит время, очень для него страшное, но Мухтоносор потеряет человеческий образ, и действительно он Мухтоносор после некоторого такого своего превозношения, когда он произнес, прогуливаясь по Вавилону, горделиво я создал эту мощь, эту красоту, за эти горделивые слова Господь наказывает его безумием, и Мухтоносор становится как животное, он обрастает волосами, он питается травой, одичал, его действительно держат в клетке и травой кормят, как быка. Так прошло несколько лет, но он выздоровел. Все это предрек ему, разъяснил Даниил. Опять же, в этом ведении Даниила, в этом, вернее, сне Мухтоносора и разъяснение Даниила подтверждается всесилие Бога, его судьбы, судьбы Бога будут исполнены, а гляделивый царя посраблена. Приемник Мухтоносора, его внук, по-видимому, Волтасар, тоже прибегнул к помощи Даниила, когда это было время осады Вавилона персами. И вот Волтасар может быть для того, чтобы как-то поддержать своих подданных, своих служащих, с ним устроил пышный пир. А когда-то Мухтоносор вывез из Иерусалима золотые сосуды из храма, священные сосуды, И вот Волтасар на этом пиру, где были все его жены, наложницы, и в этот вот такой жуткий пир продолжался, велел принести сосуды золотые из Иерусалимского храма, велел из них подать вино своим женам и наложницам. И тогда вдруг он видел, как некая рука появилась. И она пишет на стене храма странные слова «Мене текл перес». Что означает? Он не может понять. Все в страхе. Тогда мать его посоветовала призвать Даниила, который так умен и сведущ, что может толковать. И Даниил, конечно, помощью Божьей растолковал, что означает надпись видимая и увиденная Волтасаром. «Я исчислил царство твое, говорит Бог, и получил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким, и разделено будет царство твое, и дано медианам и персам». Ну и действительно, перцы одолили Вавилон, разрушили его, и наступила новая эпоха в истории Древнего Востока. Медяне и персы стали царствовать. При царе Дарии Даниил был брошен в ров со львами, из которого тоже был чудесным образом избавлен. Ну, что это был за царь, потому что среди медийских царей такого неизвестно. Дария – это имя, которое давалось царям персидским. Но так или иначе, это событие такое знаменательное в жизни Даниила означало, что Бог всегда будет прославлен. Если Бог призван, и Бог сам судит о народах и людях, то его волей совершится. И львы не растерзали Даниила. А напротив, те, кто его оклеветали перед царем, были брошены туда вместе со всеми своими домашними, и львы так и сголодались, не имея Даниила своей пищей, так сказать, что на литву похватали всех его недругов и пожрали. Еще видение в седьмой главе особенное описывается у пророка Даниила. Вот сейчас мы к нему обратимся. Видение Ветхого Дедми. Это очень существенно. Кого же видит Даниил? В первый год Волтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческое видение головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон и сложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Дальше описывается эти четыре зверя. Это все означает царей, которые тут последуют, жестоких царей, которых угнетали народ иудейский. После всего видениях и вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный, тут может быть как раз имеется в виду антиок эмпифан. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает остатки, попирает ногами. И видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхи днями, а тенья на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, плавящий огонь, огня на реках выходила и проходила перед ним, тут какое-то напоминание о видении пророка языки, или как вы понимаете, тысяча тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги. Это напоминает и откровение Иоанна Богослова. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. То есть временные тяготы, которые переживает народ, неправда этих царей прекратится. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы, Сын человеческий, и дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки, служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не претет, и царство его не разрушится. Конечно, мы видим в этом мессианское значение книги пророка Даниила. надо рассказать, что в образе ветхого днями, которым подведен Богосил нечеловеческий, не следует усматривать видение Бога Отца. Непреложно указание закона о невозможности видеть Бога. Бога не видел никто никогда. И мы в традиции христианской, когда речь идет о апокалипсианах богословах, где тоже является ветхими днями, видим Христа Иисуса. Царство же и власть и величие царственное во всей поднеместной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Совершенно как в апокалипсисе Иоанна Богослова. Когда Даниилу является ангел Михаил, ангел-покровитель народа Божьего, тоже провосвещается это грядущее спасение. Он говорит и о смене царей и войнах, о грядущих бедствиях и, как мы вот уже заметили в 12 главе о воскресении. Это все первые 12 глав книги пророка Даниила. В 12 излагается история некой Сусанны, которую пытались праведные женщины, которые пытались соблазить два блудливых старца, но их наговор не оправдался, и тут тоже прославился Бог, потому что явился через пророка Даниила, прославился Бог, явился этот юноша Даниил, он тогда таким был юношей, который сделал испытания старцам, и те посрамлены были, их показания не сопали, так что оказалось, что ложным было их клевета. И последняя глава книги пророка Даниила, это о жреце идола вилла, которому будто бы еда, приносимая этому идолу, этим же Богом, виллом и поедалась. А Даниил говорит, что нет, никакой это не вилл поедает, потому что деревяшка не может ничего есть. Но и чтобы доказать свою правоту, он жрецу велел посыпать пеплом пол в храме, где стоял этот идол, а поутру дверь открыли и увидели наполуто на этом следы жрецов с их жеными и детьми, которые всей этой едой, приносимой для Бога, и питались. Так опять был посрамлен идол, и опять через это был прославлен Бог Даниила. Вот такая книга пророка Даниила, которая в прославление Всевышнего Бога и прославление верности Богу написано для поддержания мужества народа, который переживал испытания. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. ... ... ... ... Продолжение следует...